Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 28 мая. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. На Совете по малому и среднему бизнесу был вскрыт специальный ящик для обращений предпринимателей. 28 мая в России отмечают День пограничника. В этом году в 95-й раз. В селе Джигинка прошел первый фестиваль электроакустической музыки. Об этих и других событиях подробнее. В Анапе возрождена работа Совета по малому и среднему предпринимательству. Более 10700 малых предприятий работают в Анапе. Этот показатель выше среднестатистического по краю на 15%. Первое заседание Совета под руководством вице-мэра Светланы Яровой состоялось в администрации. О задачах Совета и о том, каким видит администрация взаимодействие с бизнесом Анапы, в нашем следующем сюжете. Поздравив предпринимателей с прошедшим профессиональным праздником, первый заместитель главы Светлана Яровая отметила, что до сих пор Совет был единицей номинальной. Отныне же он станет действующим на постоянной основе. Его возглавляет глава муниципального образования. И это дает возможность для прямого диалога между властью городской и представителями предпринимателями среднего, малого. Можно задать вопросы напрямую. Можно проявить инициативу. Высказать свое мнение в любом или ином направлении развития предпринимательской сферы. Здесь на таких советах мы с вами будем доводить до вашего сведения, информировать о новом законодательстве. Деловая часть совещания началась с рассмотрения обращений из так называемого предпринимательского ящика. На входе в здание администрации его установили перед майскими праздниками. Тогда мэр Сергей Сергеев пообещал, что каждое заседание совета будет предварять работу с заявлениями анапчан. Существует такой ящик. Он опечатан. Вскрывается непосредственно в присутствии вашего. Если даже нет возможности сиюминутного ответа, то вы должны быть уверены, что заданные вопросы будут рассмотрены и на них будут даны соответствующие ответы. Из трех заявлений два касались решения вопроса о постоянном рабочем месте для индивидуальных предпринимателей из Анапы Чембурги. В третьем содержалась жалоба на представителей ветеринарно-санитарной службы «Рынка Восточный». По мнению заявителя, проверяющие злоупотребляют своими должностными полномочиями. Светлана Яровая тут же передала обращение анапчан в профильное управление, отметив, что ответы должны быть подготовлены в отведенный законом срок. Далее работа совета продолжилась в форме семинара. Усовершенствования коснулись специальных налоговых режимов, стимулирующих, по словам докладчицы, развитие малого и среднего бизнеса. В частности, внимание аудитории было акцентировано на такой системе налогообложений, как патентное, имеющее ряд преимуществ. Преобретение патента более выгодно и удобно, чем уплата налога на доходы физических лиц или уплата единого налога на доходы. Патентная система налогообложений имеет следующее преимущество. Во-первых, не нужно ставать декларации. Второй, сумма налога представляет собой фиксированный платеж, который полностью абстрагирован от конкретных результатов единого бизнеса. Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев, в зависимости от чего будет варьироваться его цена. Лариса Басова, Роман Карпов, Анаприон. Сегодня в России отмечают День пограничника. Церемония, посвященная празднику, прошла в Институте береговой охраны. Лучших представителей службы отметили грамотами и благодарностями. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Торжественную церемонию, посвященную юбилею праздника, открыли поднятием ведомственных флагов, государственного и флага кораблей, катеров и судов пограничных органов. Михаил Иванович Бойко, ветеран пограничной службы, участник Великой Отечественной войны. На торжественной церемонии почетный гость. Я служил на сухопутной границе с Румынией, с Венгрией. Порядочность, ум, честь, совесть и скромность. Отличие пограничников во все времена. Михаил Иванович награжден орденом Отечественной войны. Получил медаль за Германию. Спустя 70 лет служба пограничников сегодня отличается от той, что застал в молодости Михаил Иванович. Ну, я служил после войны, сейчас и в войну, так тогда опасно было более. Ну, а сейчас тоже теракты, то и тоже нужно быть на чеку. Служба пограничника опасная и трудная. И если не видна на первый взгляд, значит, все идет по плану. Сегодня Россия лидирует по количеству стран-соседей. 16-ю сухопутной границей с двумя – Япония и США – морские. Профессия пограничника всегда считалась одной из самых благородных и почитаемых в народе. И сегодня, несмотря на то, что обстановка на российских рубежах остается сложной и напряженной, личный состав пограничных органов стойко и достойно держит экзамен на выдержку. Лучших пограничников отметили благодарностями, грамотами и ценными подарками за исполнение профессионального долга. Ветеранов и курсантов поощрили. За инициативность и активную позицию. Участники церемонии почтили память героя Советского Союза, воспитанника пограничного лицея. К памятнику Ивану Голубцу на территории современного Института береговой охраны ФСБ России курсанты возложили гирлянду. В Анапе в честь героя старшего матроса Ивана Голубца названа улица. Такие же адреса есть в Таганроге, Севастополе и Симферополе. Четко, уверенно и старательно пограничники курсанты Института береговой охраны прошли торжественным маршем на одном дыхании. Наталья Пухальская, Роман Карпов. Анапа. Регион. Уникальную операцию, которая длилась 38 часов, перенес Рудченко Вадим из станицы Ладожской. Операцию провели немецкие врачи, удалив мальчику две опухоли в головном мозге. После операции главный нейрохирург клиники написал пособие для других врачей. До этого у мальчика было по 40 судорожных приступов за сутки. Сейчас Вадим чувствует себя хорошо, но ему нужна реабилитация в той же клинике. Там Вадима уже ждут. Для него разработали специальную программу. Точечный массаж, улучшающий мозговую деятельность, иглоукалывание, процедуры и занятия с физиотерапевтом. Стоимость реабилитации составляет полтора миллиона рублей. Такую сумму родители Вадима называют фантастической. В семье еще трое детей, а кормилица один – отец Вадима. Помочь Вадиму может каждый, прямо сейчас пополнив счет мобильного банка семьи Рудченко. Телефон вы видите сейчас на экране. Летние каникулы – время отдыха детей, но порой и серьезных травм. По статистике, в травматологические пункты в летний сезон дети попадают намного чаще, чем в учебный период. А для некоторых больницы становятся местом проведения каникул. Главная задача родителей – предупредить возможную трагедию. В этом году, как никогда, у нас выросли показатели детского травматизма. И что особенно хочется сказать, и настораживает это, что детский травматизм, показатели именно идут на уровне бытового. Эти случаи получены детьми дома, на домашних строящихся объектах. Дети, два случая у нас, когда ребенок упал в саду. Специалисты предлагают решение – лагерь дневного пребывания. Там дети занимаются спортом, ходят на море, играют в развивающие игры. И все это под присмотром опытных воспитателей. Ведь занятость детей – это основная профилактика детского травматизма. У нас идет оздоровление детей с хронической патологией на базе нашей больницы детской. Будет проходить оздоровление детей с хронической патологией также на базе образовательных учреждений. Это лагеря дневного пребывания при школах. Будут работать лагеря трудовые, лагеря развития культуры, спорта и так далее. То есть есть куда родителям обратиться. В Центральной библиотеке города все любители и ценители литературы и искусства могли посетить творческую встречу членов литературно-художественных объединений «Парус» и «Авангард». Мероприятие посетил член Национальных союзов журналистов и писателей, почетный член Союза художников Украины Владимир Калиниченко. В начале встречи гостям рассказали о литературно-художественном объединении «Парус», как оно возникло, о ежегодном выпуске «Альманаха», о внедрении в жизнь уникального проекта молодежно-художественного объединения «Авангард» под руководством Ольги Хомич Журавлевой. Почетный гость Владимир Калиниченко рассказал присутствующим некоторые факты своей биографии и, конечно же, не обошлось без чтения стихотворений. «Была раскрыть. И тогда человек взял дерево и вырезал девичьи плечи. Потом он наметил резвием талии тонкой нить, а в дереве билось молчание человеческой речи, словно хотело дерево о чем-то заговорить. Человек взял тонкие жилы, чтобы волосы сделать деве, на четыре пряди нечаянно упали со лба, и вдруг девушка стала скрипкой». Свои стихотворения гостям прочитали и анапские литераторы. В завершении встречи почетные гости обогатили библиотеку «Паруса», подарив им свои книги, а в ответ от литературно-художественного объединения получили шестой выпуск «Альманаха». Далее молодые литераторы продолжили общение на творческом вечере. О новой программе подробнее Светлана Авилова. За два года со дня создания молодежного литературно-художественного объединения «Авангард» сделано немало. Молодые литераторы учились друг у друга, обменивались своим творчеством, принимали участие во многих культурных мероприятиях. У «Авангарда» даже появился свой гимн, которым теперь будут открывать творческие вечера. На площади куба, на сценах творцов, искусство безсмертное тайн. Имена молодых литераторов уже у многих на слуху. Они печатаются в газетах, журналах, издают собственные книги. Некоторые участники «Авангарда» поступили в вузы на факультет журналистики. Инициатором и идейным вдохновителем объединения является поэт-прозаик-публицист Ольга Хомич. Как отметил член Союза российских писателей, член Союза журналистов России Сергей Левин, за окажущейся легкостью, с которой проходят авторские вечера молодых литераторов, где играют и переливаются слова, скрывается упорная работа. Работа над материалом и над самим собой. Ребята реально достигают новых творческих высот. Это чувствуется, и особенно, если смотреть на все динамики, на этот процесс, то можно понять, что за два года каждый поднялся на новый профессиональный уровень. Освежайте мысли, обновляйте творческие замыслы. Одним словом, всегда идите вперед, отметил мастер слова Сергей Левин и перешел к прочтению своих стихов. Паэты и прозаики проявляют себя не только в литературном творчестве. В «Авангарде» есть и композиторы, авторы-исполнители, мастера пескографии и фотографы. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Антон Чистяков, Анапа Регион. В выходные в Джигенке музыкальные коллективы сыграли первый концерт электроакустической музыки. «Бриджес Норт Джин» именитой группы представили концертные номера известных композиторов и музыкантов. От классики до современности, от Аляски до окраин России. У музыки нет границ, рассказывает Наталья Пухальская. Италия, Испания, Америка не на карте, а в звуках музыки. И где? В одном зале в Доме культуры Джигинка. Но доследуя мудрые поговорки, лучше один раз послушать эти коллективы, чем сто раз о них услышать. Два плюс два дуэт в две гитары и два Николая Клеменковых. Отец и сын играют Гершвина. Всемирно известная композиция, ставшая классикой. «Саммертайм» – гимн «Лето». Николай Клеменков-младший занимается музыкой 9 месяцев. Учится дома в музыкальной школе у одного преподавателя – у папы. «С августа играю на гитаре. Потом открылась школа акустической гитары». У Александра Резниченко отношения с нотной грамотой сложились. Не сразу учился играть на фортепиано. Услышал Николая Клеменкова-старшего и влюбился в музыку. «До этого я занимался 7 лет, закончил 12 лет музыкальной школы и сказал, что больше никогда в нее не вернусь». Навсегда забыть о музыке. Сдержать обещания не получилось. Елисей Шитов тоже пришел в музыкальную школу осознанно. «Дома скучно было. Решил пойти играть на гитару. Отучился 5 лет на акустической гитаре, пошел на электрогитару». «Какая?» «Электрогитара лучше. Ну, звук лучше». Идеальному звуку, как драгоценному камню, нужна достойное право. Помещение профессиональные музыканты называют зал Дома культуры в Джигинке лучшим в Анапском районе. «Здание старое. Дело в том, что это же немецкая колония, которая имеет свою богатую историю. И это бывшая кирха». Здание старой церкви будто очнулось от долгого сна по звуке вечно молодого джаза. Зрители на местах отбивали ритм в такт музыкантам. «Концерт, конечно, классный. Вообще, вы знаете, наверное, 2013 год для нашего клуба стал счастливым, потому что пришли на работу новые интересные люди. С ними работать просто здорово. Я надеюсь, что этот фестиваль, ну, первая ласточка, наверное, наша. Надеюсь, не последняя. Получилось здорово. Очень жаль, что не все односельчения откликнулись на наше приглашение. Но будем надеяться, что в следующий раз все 4000 жителей Джигинки будут обязательно на нашем фестивале «Живой звук». По-моему, получилось здорово». Такой концерт – большая редкость. Музыканты выступали в полупустом зале, хотя для них истинных оптимистов зал оказался наполовину полон. «Мы работаем от себя, может быть, во внутрь себя. Это наше энергетическое. Мы отдаем. Главное, чтобы нам нравилось все, что мы делаем. А если нам нравится, нам понравится зрителям». В финале концерта солист группы «Бриджес» Антон Подпоренко зажег сердца от сердца, будто выстроил мост со сцены к зрителям. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Вадим Родин. Анапа. Регион. И в завершение выпуска прогноз погоды на завтрашний день. В среду 29 мая в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21-23, ночью до 18 градусов по Цельсию. Ветер переменный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok